крутизна да какие-то странные мутации у нас в городе происходит хорошо давай включайся крути педали и по брусчатке падая наступая друг другу на хребты ну на этом на south bank на набережной южного берега там есть такие дорожки как раз они для велосипедистов но и там эти ролики наверное тоже я вообще не знаю как можно кататься на роликах при этом пить пиво по-моему кататься на роликах сложнее чем рулить автомобилем и делать это в пьяном виде ну не знаю но единственное что конечно трудно кого-то насмерть задавить но но самому подо что нибудь попасть просто очень легко если они заботятся продажные английские власти в самом деле да могли бы утопить ну как там да ну в архипелаге гулаг там описаны все эти случаи когда сгоняли в трюм этих барж да и там и в охотском море прямо их топили совсем содержимым добрый день в прямом эфире программа особое мнение микрофон евелина геворкияна в гостях у нас сегодня музыкальный критик артемий троицкий здравствуйте здрасте поговорим о музыке ну не только о музыке поговорим начнем с многочисленных новостей которые приходят к нам из залов суда или около того сегодня задержан мэр и борец с единороссами евгений урлашов он отправлен в изолятор и его как сообщают уже сдают его вероятно коллеги да какие-то знакомые уже готовы сотрудничать со со следствием вы только что до начала эфира сказали что даже лично знакомы с мэром если у вас какая-то информация вообще вот что вы пока еще может быть понятно никто не понимает сути вопроса да что происходит все только началось но что вы можете сказать вот со своей позиции хочу сказать что интересно все совпало дело в том что я выроженец города ярославль этом родился совсем недавно может быть 16 июня правду 955 года я прожил там первые три месяца своей жизни и меня там крестили федоровской церкви все это на красном перекопе я очень люблю ярославль это вообще мой любимый ну скажем так большой город в россии этом часто бывают там живет моя тетка лена николаевна и помимо всего прочего да где-то год назад чуть больше я познакомился с евгением урлашовым имели мысль на беседу в мэрии с тех пор иногда созванивались ну что тут можно сказать в общем то дело ясное дело ясное дело в том что урлашов на самом деле стоял как кость в горле всей местной администрации то есть там имел место такое же противостояние но как скажем бывало например в приморском крае при мэрии черепкове и там каких-то там бандитских губернаторах вот то есть губернатор и дума вся единороссовская вот а мэр оппозиционный соответственно ставили урлашову палки в колеса как могли но при этом зная что в народе он популярен постоянно пытались его переманить на свою сторону урлашов на это дело не шел более того как переманить переманить то есть предлагали ему перейти в единую россию и возглавить значит какой-то там губернский список именно партии единая россия урлашов тут никак не прогнулся оставался политиком честным и независимым а кроме того он имел такие вполне определенные губернаторские амбиции вот что тамшнюю элитную публику и вовсе пугало не так давно провел там митинг против жуликов и воров то есть был в этом смысле абсолютно бескомпромиссным при этом я не хочу сказать что урлашов вот такой рыцарь без страху и упрек и дон кихот и так далее многие в ярославле его работы были недовольны потому что он действительно многое обещал далеко не все сделал но я прекрасно понимаю почему он не мог этого сделать потому что ему просто не давали с одной стороны если мы будем ему выбрать деньги это все губернские соответственно ему не давали деньги на те какие-то благие начинания которые он хотел провести в городе ярославль с одной стороны с другой стороны практически все ярославские масс медиа в первую очередь естественно телеканал они тоже губернский соответственно всех собак там вешали на урлашова там если потоп значит виноват урлашов дороги вовремя не отремонтированы виноват урлашов и так далее то есть его прессовали все то время что он находился на своем посту так что понять человека можно жизнь у него была собачья но тем не менее он свою позицию отставил что разумеется заслуживает большого уважения когда прошли выборы и по моему это был чуть не единственный регион где я тогда победила на выборах не единоросс да и все это вот отмечали что вот надо же не единоросс прошел там от гражданской платформы победил человек на выборах и вот сегодня между тем отмечали что вот а что толку то победить на выборах а потом если тебе весь контекст да не будет давать работать то и зачем тогда это надо и вы сейчас рассказываете что примерно это и происходило ну дело в том что имеются какие то подсчеты согласно которым примерно 90 процентов всех альтернативных мэров которые у нас побеждали когда-либо на выборах были отстранены от должности или посажены вот или соответственно переметнулись там и заняли какие то сугубо компромиссные позиции да в общем то у нас россия у нас у нас так происходит причем но я вообще считаю что город ярославль в этом смысле особо обижен мне невероятно просто горько за свой любимый город за своих земляков потому что ну вы знаете сначала там погибла команда локомотив в полном составе это была ужасная трагедия это были популярнейшие в городе спортсмены их все любили это была одна из лучших если не лучшая команда в стране и кстати говоря жене урлашов он отчасти вот именно после этого события как то стал популярной публичной фигурой потому что он был первым кто озвучил реальные причины того почему эта команда погибла погибла она потому что в эти же самые дни в ярославле проходил какой то там очередной экономический форум и там постоянно сажались какие то борты из москвы с московскими питерскими иностранными гостями и соответственно в общем там не сработал аэропорт именно из-за этого детали не могу назвать и урлашов был первый кто собственно говоря вот все это дело объявил и рассказал гражданам если не всю то по крайней мере часть правды потом уже после выборов и победы урлашова у ярославля отняли чемпионат мира по футболу при том что считалось что ярославль это один из фаворитов то есть это город рядом с москвой с футбольными традициями славная команда шинник новый стадион и все такое прочее исторический красивейший русский город и вдруг пожалуйста какое-то там гулаговая столица саранск где вообще кроме музея скульптора эрзи просто посмотреть нечего просто мрачнейшее жуткое место в котором только фильм ужасов снимать и вот они получают чемпионат мира по футболу потому что какой-то путинский корешок у них там значит засел а вот а у ярославля отнимают второй раз обидели ну и сейчас естественно с урлашовым ну будем следить да я просто очень надеюсь что ярославцы вот этого терпеть не будут потому что все таки это такие очень достойные русские люди это вот это север а не юг вот думаю думаю что они выйдут в шесть часов на площадь и и и и и и будут и говорить и действовать и вот так как надо вот то есть в эти дни вот очень вот очень жалко свой родной город в эти дни получается буквально таки одна тема из другой там так или иначе прослеживается такая история про борцов за правду и как будто вы сейчас сказали что мэр урлашов да он там выступал где-то в тагерестке да заявление делал в во время события да кстати урлашов начал бороться с коррупцией вот я как раз разговаривал но его надо заметить обвиняют с одним своим знакомым предпринимателем то есть я сейчас стал обзванивать всех своих ярославских друзей и приятелей вот до урлашова я дозвониться не смог до его одного помощника которого я знаю тоже то есть я весь день звоню там естественно никто не подходит но мне объяснили что вот в этих местах там под названием СИЗО или что-то еще там телефоны плохо ловят но разговаривал со всякими еще людьми вот один бизнесмен местный мне сказал что он сказал что я сам не очень за урлашова потому что он поприжал там коррупцию откаты как бы у меня бизнес пошел несколько хуже то есть как предприниматель я скорее против урлашова но как гражданин я все целы за я считаю что все таки быть гражданином это важнее чем быть слегка коррумпированным предпринимателем в эти дни сегодня непосредственно да заседание шло в Кирове там судят Навального ему напомню грозит до 10 лет колонии если обвинение так сказать докажет его причастность к хищениям леса но надо заметить что сегодня защита всячески настаивала на том чтобы провели дополнительно экспертизу независимую экспертизу и тогда бы как заявляет защита стало бы совершенно очевидно что цены были рыночные никто там ничего не воровал все хорошо но судья отказал в проведении этой экспертизы таким образом все уже близится вероятно к тому чтобы нет ну естественно кому нафиг у нас в судах нужны независимые экспертизы у нас там в общем то все зависимое и понятно от кого и от чего по поводу Навального ну что я могу сказать ну насчет этих вот судебных всех деталей я тут просто ничего не знаю я в этом плохо разбираюсь то есть в свое время по судам естественно пошлялся вот но там были не настолько запутанные дела скажем так хотя я думаю что дело с Навальным достаточно очевидное я думаю кстати говорят что дело у Арлашова и дело Навального взаим связано то есть приближаются вот эти выборы 8 сентября полагаю что естественно и у Арлашова совершенно не случайно привязали именно теперь потому что он собирался участвовать в выборах 8 сентября думаю что как бы это намек всем остальным типа ребята не рыпайтесь ну у нас эти намеки делаются естественно сплошь и рядом так что все к ним уже привыкли есть у меня подозрение что с Навальным будет похожая история то есть я всегда говорил что я думаю что Навального посадят Навальный предпринял некий ход я считаю достаточно сильный объявив что он будет баллотироваться на мэрское московское место естественно шансов у него нет потому что ну то есть их нет потому что у нас как бы полуфашистское государство ну если решение суда не ступит в силу до этих выборов то шанс у него формально есть значит у него есть шанс баллотироваться но у него нет шансов эти выборы выиграть значит как бы там Собянин не притворялся на голубом глазу таким честным и прозрачным но мы знаем что такое единая Россия мы знаем что такое Чуров что такое все эти избиркомы и так далее но все равно если вдруг он будет избираться то естественно будет буча естественно будет масса всякого шума шума нежелательного если его не смогут выдвинуть и зарегистрировать опять же будет шум опять же будет скандал опять же международные организации начнут бнуственно вякать по поводу нарушения прав человека и гражданина и растопнутой демократии и т.д. и т.п. все эти события со Сноуденом уже сложно что-либо теперь говорить нормально нормально Сноуден проходит и уходит наша страна остается значит я просто думаю что Навального могут вполне предложить сделку типа Алексей вот вы вот снимите свою кандидатуру с мэрских московских выборов а мы за это обещаем что мы вас не посадим вот тут вот интересно я почти уверен что такое предложение будет в прямой или завуалированной форме Навальному сделано а что он предпримет в этой ситуации я не знаю честно говоря потому что с одной стороны да шансов у него нет с другой стороны мы же все идеалисты экзистенциалисты так что должны идти вперед в любом случае там пишут наши слушатели что в Ярославское эхо вырубило Москву не знаю вот правда ли это подтвердите пожалуйста нам другие слушатели которые присылают смски на номер плюс семь девять восемь семь сорок пять сорок пять это как раз кивок в сторону Сноудена я просто так думаю что сегодня прослушивались всякие мои разговоры я сегодня полдня просидел значит в попытках что-то выудить из знакомых ярославцев то есть они я так думаю что они смекнули что Троицкий будет в родном городе высказываться из прослушки из чего еще так то они это узнать не могли ну слушай раз уже заговорили да как решить казус Сноудена спрашивает вас Дмитрий Мезенцев дать гражданство в США или отпустить на все четыре стороны ну я не знаю вот эти пазлы пусть решает наше государство то есть они идиоты вот но думаю что тут в любом случае хуже уже не будет я считаю что Сноуден молодец во первых вот то есть я так понимаю что наши либеральные оппозиционеры они Сноудена не любят потому что он типа предал наш последний оппостил Соединенные Штаты Америки ну я слышал да такие вызовы там Сноуден предатель все такое прочее я считаю что Америку он может и предал вот зато человечество сделал огромную услугу потому что вот все это свинство которое он разоблачил а ну и в Африке свинство а уж в Америке которая кичит со своими демократическими достижениями тем более я очень надеюсь что эта история получит в Америке адекватное продолжение и что по крайней мере один тамошний ушлепок по имени Джордж Буш младший за это дело сядет в тюрьму вот это вот потому что он все это придумал и санкционировал но это понятно если в стране в США подается это как предательство как шпионаж раскрытия государственной тайны да то что сделал Сноуден и а тут не важно и то что угроза безопасности страны теперь вот благодаря его действиям подорвано то есть я не считаю что это угроза безопасности страны тут важно только одно он правду говорил или врал если он говорил правду то таким образом нарушалась американская конституция уверен там и какие-то там уголовные статьи где это гранит где спецслужбы должны защищать своих граждан и заботиться о безопасности а это пусть американцы разбираются а у нас раз думаете не такая история вполне вероятно что тоже нет у нас история естественно еще хуже чем в Америке что тут говорить вот у нас то есть если у американцев рыться в пушку то у нас просто в колючей проволоке вот но факт того что Сноуден молодец что это сделал как бы это его достоинство не умаляет сегодня Джулиан Ассанж сказал что Обама мстителен с этим преследованием Сноудена а тот в свою очередь сейчас ему очень много государства уже отказало в убежище и он пишет обращение о том что собственно на родине ему грозит любосмертная казнь любопожизненное заключение за вот этот шпионаж там высшие меры и вот непонятно собственно как сложится его судьба вам в этом смысле интересно как-то следить за личностью и вообще вот с этим феноменом разоблачителей я думаю что таких разоблачений будет становиться все больше и больше просто потому что мир сейчас находится в новой информационно-технологической ситуации если не запугают и на самом деле один человек один мелкий чиновник может подорвать национальную безопасность огромной страны вот я все жду когда у нас это дело все наконец-то произойдет ну понятное дело что в России это тут же все прихлопнуто и никакие средства массовой информации об этом ничего не скажут вот но по крайней мере чтобы эти данные были вывешены в интернете по всему миру вот это очень интересный феномен я думаю что Сноуденов еще будет некоторое количество то есть он же собственно и не первый был этот Брэдли Маннинг и Джулиан Ассанж Сноуден то есть я думаю что все эти сволочи государственные во всех странах то есть они столько всего делают гнусного вот что это все дело еще раскапывать и раскапывать что касается до Сноудена лично то я желаю ему всего самого лучшего я считаю что он молодец прекрасный смелый парень и сделал большое и благородное дело вот и если бы я мог бы ему предоставить политическое убежище то я бы это сделал я могу ему прислать приглашение дорогой Сноуден у меня имеется дача в Подмосковье квартира в Москве там еще масса всякой недвижности купленные значит на честно заработанные деньги вот и я с удовольствием поделюсь с вами уголком в какой-нибудь из своих котелах боюсь вам проблема да не в уголке а в паспорте хоть какой-нибудь страны а у нас между тем вот с пометкой молнии срочно одно с другим сообщение фракция КПРФ покинула пленарное заседание Госдумы на котором было решено рассмотреть реформу РАН и не вернется до осени то есть это их демарш а Госдума между тем назначила второе чтение законопроекта по реформе РАН уже в первом чтении они приняли так второе чтение будет 5 июля а сегодня понятно фракция КПРФ по-видимому вспомнила известную песню Юза Олешковского товарищ Сталин вы большой ученый почему именно коммунисты так болезненно реагируют на реформу РАН мне не очень понятно а ну у них там есть конечно Жаре Салферов замечательный человек ну я не знаю по поводу реформы РАН как бы у меня тут нет такой пассионарной позиции то есть тут есть плюсы тут есть минусы с одной стороны я могу сказать что конечно же теперешняя российская академия академия наук это организация абсолютно неэффективная бесполезная состоящая в основном из академиков и членкоров и в общем то для страны очень мало что полезное делающее тут почему это произошло по одной простой причине что в общем то все по-настоящему стоящие ученые из страны уже уехали то есть ученые еврейской или какой-нибудь там около еврейской национальности начали бежать еще в 70-е 80-е годы при Брежневе при Ельцине этот поток принял значит вид просто Ниагарского водопада то есть валили просто все подряд и это уже спасибо Ельцину спасибо Гайдару и их реформам то есть когда доктора математических наук продавали носки на улице вот это вот спасибо спасибо Ельцину за это я прекрасно понимаю тех людей которые имеют фантастическое образование и ученые и нагруженные всевозможными степенями и так далее просто от нищеты от нищеты бежали из страны с тех пор очень мало что изменилось то есть если сейчас отток ученых из России и сократился хотя я не уверен то он сократился не потому что им лучше стало а потому что ехать уже больше некому то есть остались или вот эти привилегированные академики которые на самом деле сидят значит и получают неплохие оклады и прочее и прочее вот и все и больше никого нет значит у меня и папа и мама покойная мир праху значит они работали в системе российской академии наук отец в институте мировой экономики международных отношений мать и не он институт научной информации надо сказать что в 90-е годы работа в этих институтах шла таким образом всех сотрудников оттуда просто вымели сделали по одному присутствующему дню то ли в неделю то ли даже в месяц все эти институты просто сдали каким-то конторам рогам копытам модельным агентством торговым точкам и так далее вот из арендной платы им выплачивали какую-то мизерную зарплату вот что такое была российская академия наук с тех пор не изменилось практически ничего так что есть ли какие-то причины для того чтобы российская академия наук в таком виде в таком удручающем бессмысленном виде сегодня существовала я не знаю я продолжу а вы сказали что а сейчас да будет перерыв новости наехи москвы мы вернемся в студию через две минуты и продолжим знакомиться с особым мнением артемии троицкого эвелина надо только закончить с академии наук да надо закончить а что у нас дальше будет чтобы я хоть подумал на данную тему так еще заодно послушать проект закон о реформе ран прошел в сумме первое чтение второе состоится в пятницу фракция кпрф знак протеста покинул зал заседаний коммунисты недовольны на самом деле путин сегодня подписал закон запрет на усыновление однополных парами о том что теперь будет выплачиваться пособие 100 тысяч рублей усыновителям инвалидов детей братьев детей старше 7 лет потом подписал закон антипиратский так 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 ну это по поводу фонограммы это просто пресс-конференция сегодня в интерфаксе по-моему проходила депутат Мария Максакова поднимала тему о том что надо повышать штрафы за исправленную фонограмму на фонограмму мы там о том можно поговорить но после академии наук да 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 на Египет я не знаю можно можно отлично хорошая тема с самолетом Эва Моралеса нет это ну ну уже все уже с Ноудена доработали во франции во франции задержали членов движения фемин после акции перед Елисейским двором опять вступали нет главное они раньше были только на Украине теперь они повсюду молодцы 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 украинки мне всегда нравились украинские девушки без грудей ну естественно какая же украинская девушка без грудей это не девушка вовсе тогда хлопец так еще значит написал антипиратский закон вызов негодование за поступку в Рунейде можно поговорить но только в самом конце пойдет время сейчас ран закончил Египет значит ран фонограммы а нет ран Египет фонограммы антипират еще у нас есть какой-то прокурор сегодня сообщение признали виновными браундера и магнитского покойного вот прокуроры или судьи не а судьи уже да признали а с утра еще прокуроры требовали для них а судьи а судьи уже вынесли решение или нет продолжаем эфир у нас в студии Артемий Троицкий музыкальный критик я и Велина Геворкян и мы продолжим разговор который на тем который начали еще до ухода на перерыв связанный с реформой академии наук закон о реформе в двух чтениях будет рассмотрен в эту сессию а третий перенесется все-таки на осень сообщил господин Фортов представитель академии наук после встречи с Владимиром Путиным но надо заметить что вот это такая уступка на которую Владимир Владимирович пошел я так понимаю в самом конце разговора потому что до этого все сообщения говорили о том что нет реформ проводить надо понятно очень хуже всего от этого ставить самим академикам и никак не науке но на самом деле как бы главный смысл этого закона состоит то есть это не забота о науке ученых эффективности открытиях образования это фигня это России вообще не нужно потому что России нужны нефть газ труба Стас Михайлов там точка значит а главный смысл этого закона в учреждении некоего федерального агентства по имуществу академии наук уж точно так же как в министерстве обороны самая лакомая часть академии наук это не патенты на открытие и не мозги которые уже утекли довольно далеко а это то что у академии наук имеется большое количество потрясающей всякой недвижимости то есть вспомните Ленинский проспект с кучей институтов всякие подмосковные научные центры дачные поселки в общем вот вся вот эта прелесть ее очень много она в прекрасных местах очень дорого стоит поэтому я думаю что закон это только для того и создавался власти чтобы как следует да это передел собственности чтобы как следует поживиться вот на этой поляне так что я уверен что назначат какого-нибудь питерского зудаиста или какого-нибудь там еще путинского ушлепка начальником по вот этому федеральному агентству по имуществу академии наук и тут начнется такая вот сочинская оргия так что мало не покажется вот то есть с сердюковым по моему история тоже уже как более или менее ушла в песок то есть с академии наук действительно дезинформационное поле она более или менее со всеми непонятно что происходит с академией наук будет примерно то же самое ну и я думаю что только намекнут что что надо это делать чуть менее нагло и может быть с привлечением меньшего количества симпатичных девушек и более правильно с кем-то делиться вот все но подоплек на реформу академии наук это это именно захват их имущества про сочи упомянули до кумаров призвал боевиков сорвать олимпиаду в сочи в интернете появилось его видеообращение где он говорил о том что вот их миротворческая инициатива не была оценена по достоинству и поэтому он олимпиаду собирается провести на костях мусульман почему-то говорит известный лидер боевиков и этому нужно помешать любыми средствами насколько серьезно нужно воспринимать понятия не имею или на зря вы меня об этом спрашиваете мне что олимпиады в сочи как до луны вот что до кумаров это вообще не моя тема и то и другое мне крайне не симпатично ну тогда обратимся к тем тем которые вам должны быть ближе к критику музыкальному Владимир Путин сегодня подписал антипиратский закон который вызвал выдавание кстати говоря по поводу мусульман вы сказали о костях каких-то мусульманских да вот по поводу мусульман интересная тема то что сейчас в Египте происходит потому что там здорово я помню что когда происходила вот вся эта арабская весна то меня все время спрашивали всякие западные журналисты типа того а вот у вас в России вот это примерно то же самое ну просто земное естественно я всегда говорил нет то есть имеются два больших отличия что во первых там все таки имеется некий такой идеологический стержень под названием ислам которого у нас в общем то нет и второе что я говорил что там все таки люди южные молодые а у нас люди старые испятые и усталые поэтому говорил я у нас все совсем по другому вот видите вот исламская эта история она закончилась то есть вот в принципе то что сейчас происходит в Египте или в Турции это уже антиисламистские выступления и мне конечно очень хотелось чтобы у нас было примерно то же самое вот я боюсь что вот этот второй фактор просто невероятной усталости апатичности населения что вот он все таки не даст нам как следует переселиться обратимся к закону антипиратскому он вызвал негодование вы непосредственно да в теме крутится как вы считаете будет ли это иметь эффект удастся ли вообще России потихоньку как-то вот в легальное поле выйти и вот эти этот законопроект вот эта поправка о том что можно будет блокировать там по более простой схеме это все фигня значит все эти законы все эти законы значит по авторскому праву и защите правообладателей это все лоббируется американцами поскольку почти все права на интеллектуальную там творческую и так далее собственность они сосредоточены сейчас в Америке то есть это все голливудские фильмы это вообще масса всего поэтому в Америке имеется большое количество очень богатых компаний очень мощных лоббистов которые собственно говоря требуют чтобы весь мир плясал под их эту самую юридическую дудку Россия надо сказать что вот это вот одна из немногих вещей где я был абсолютно солидарен скажем с нашим руководством оно этому долго противилось потому что они понимали что это чисто американская вообще говоря возник наши музыканты режиссеры не страдают от того что заработать на себе общество невозможно и так живут слишком хорошо значит я лично придерживаюсь той точки зрения что интеллектуальная собственность это вообще это абсурдное словосочетание это аксюмарон то что создано человеческим интеллектом гением и так далее должно быть доступно всем если бы я был музыкантом этим кинопродюсером и так далее я был бы счастлив чтобы мою музыку скачивали в максимальных количествах вот чтобы мои фильмы посмотрел максимальное количество народов я скажем автор да то есть я что-то пишу мне в голову даже не пришло бы взять хоть копеечку за то что кто-то читает мои книги кто-то читает мои тексты читайте ребята читайте наслаждайтесь ну или наоборот возмущение но кто-то же платит вам гонорар а какой гонорар получит кто мне платит гонорар что их в Москве мне платит гонорар за мои блоги да ладно фигня полная значит и у музыкантов и у актеров и у режиссеров есть большое количество возможностей для того чтобы получать деньги то есть это деньги от проката это деньги от живых концертов и прочее прочее это все демагогия на самом деле более того эти деньги получают не музыканты то есть музыканты получают маленький процент от этих денег и не режиссеры и не актеры и не исполнители и не изобретатели каких-нибудь гиджетов получают так называемые правообладатели а правообладатели это на самом деле гигантские компании которые скупают все эти права потом надувают цену на них и пошло поехало вот чтобы эти правообладатели летали на работу на вертолетах нафига миллиарды земного населения должны им это все оплачивать то есть я на самом деле абсолютный пират в этом смысле если у нас была бы сильная пиратская партия я вступил бы в ее ряды единственное что меня радует по поводу этого закона это то что насколько мне известно музыку из него исключили и то правильно и то хорошо почему исключили правда я не знаю вот но это да ваше мнение по этому пункту действительно особая ложка меда в бочке да а вот сегодня прошла в москве пресс-конференция посвященная увеличению штрафов за использование фонограммы на концертах инициатором этой пресс-конференции была депутат и певица Максакова сейчас я могу ошибиться я знаю актрису Максакова певица Максакова я не знаю ну среди депутатов если много Мария Максакова много есть самозванцев среди наших депутатов вот и Мария Максакова знаменитая певица вторая после Леди Гаг ладно ну подождите я насколько знаю она как раз классическое классическим пенинг занимается если я ничего не путаю среди классических я таких тоже не знаю значит по поводу фонограмму это уже то есть если история с пирасом это серьезная история история с фонограммами это просто случай клинического идиотизма и некомпетентности что собственно говоря вообще для нашей власти очень свойственно но уж говорить о фонограмме это просто смешно дело в том что наши депутаты они не имеют представления о современной музыке то есть вот с тех пор что Иосиф Кобзон наш депутат пел расставив штаны значит что Ленин такой молодой прошло очень много времени музыка с тех пор сильно изменилась если вы приходите на концерт современных артистов будь то депеш мод или ю ту или глюкоза глюкоза или кто нет я не говорю о глюкозе это чистая фанера это попса это позорище естественно но я говорю о том что статусные знаменитые стопроцентно респектабельные великие артисты Пол Маккартни условно говоря значит большая часть той музыки которая несется на слушателей со сцены она идет с компьютеров с компьютеров то есть используется фонограмма вовсю или ее играют диджеи которые сейчас тоже очень важны вот вам схоластический вопрос типа сколько ангелов уместится на острие иглы да диджей он живьем выступает или под фонограмму кто может ответить да никто потому что это бессмысленный вопрос что музыка ушла далеко вперед и все эти вопросы фонограммы это это из серии того этим депутатам больше делать нечего я бы на их месте просто заткнулся и забыл бы эту тему раз и навсегда единственное что надо запретить то есть может быть надо было бы это так называемая плюсовая фонограмма когда артисты просто занимаются так это это и это тоже как это и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...